Для нас самая важная цель в этом сезоне – это заимпрувиться как команда и не стоять на месте. Например, после конца прошлого испытания ЛСЛ на WorldCard на каком-то этапе турнира у нас возникали разного рода проблемы, которые не появлялись в регулярном сезоне ЛСЛ и которые в итоге были одним из тех факторов, которые помешали нам выиграть в финале. В этом же сезоне у нас конкретный план в том, чтобы все ошибки, которые были на прошлом вайлкарте, исправить и сделать так, чтобы новые ошибки, новые проблемы не возникали или возникали и сразу же решались. Все стараются выиграть, все готовятся к играм, все вроде тренируются, но что-то у нас не идет, и я не знаю, как это исправить. Скорее всего, мы боремся хотя бы не попасть в Relegation, начнем с этого. Но хотелось бы, конечно, плей-оффы, но это слишком сложно в данный момент, я считаю, и это вряд ли возможно, к сожалению. Я, пожалуй, скажу то, что в плей-оффы выйдут Анаксы 100%, Гамбиты 80% и вот остаются там три команды Рокс, Вайвиктис и Нави. Нет, стоп, что, Вега есть. Ну, из них я, наверное, дам предпочтение Вайвиктисам, потому что у них слишком какой-то сумбурный стиль игры, что, в принципе, может дать свои плоды, что до этого они и делают. И, наверное, Вега. Я не особо верю в Роксов, потому что они хоть и хорошо играют, но они играют, ну, примерно так же, как они играли до этого. То есть у них нет особо, скажем так, той агрессивной игры, которая нужна для СНГ-сцены и там агрессивных действий со стороны членов команды. У них все так же, все спокойно, все тихо. Если игра там затягивается, они знают, что делать дальше, но иногда этого недостаточно, чтобы выигрывать игры. А по поводу Нави, ну, Лазанья хрю-хрю один скрим в неделю. Рокс будут топ-4 этого сезона. Скриньте, делайте, что хотите. Я своих ребятах уверен.